Здравствуйте! На библейский портал Экзекет пришел вопрос. Я уже давно совершеннолетняя, а моя мама считает, что я должна ее слушать. Как реагировать? «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитая отца твою мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, будешь долголетен на земле», говорит апостол Павел, отсылая нас к пятой заповеди Деколога Моисеева. Конечно, заповедь о почитании родителей не отменяет ни наше совершеннолетие, ни даже создание семьи. И рассудительность, и сложность вопроса для молодого человека или женщины молодой, которая создала семью или просто вырос, в том, чтобы одновременно совместить и то, и другое. И почитание родителей, и свою отдельную взрослую жизнь, не нарушая заповедь о почитании родителей. Иногда это очень сложно. Я, например, помню совет одного духовника Лаврского, молодому священнику, у которого в очень тяжелых отношениях была жена и мама. Он ему сказал, ты должен бегать между ними, как челнок, их постоянно мирить. Ты и одну заповедь должен выполнить, и другую. Ты не можешь чем-либо пренебречь. Вот, к сожалению, родители очень часто забывают слова другие апостолы Павла. Родители, не раздражайте детей своих. Потому что ребенок дан нам от Бога на воспитание, на время. А потом мы должны сами отойти в сторону и прекратить им руководить. Мы должны стать его близким другом и советчиком. А решение принимать о том, как поступить в жизни, должен он сам. К сожалению, вот эта культура отступления в сторону, в тень, и воспитание свободы в человеке, как одна из самых главных целей воспитания, и дарование ему этой свободы, к сожалению, у современных родителей нечасто утеряно. Есть такое прямолинейное понимание. Человек начитался, может быть, еще и монашеской литературы. И вот 70-летняя мать и 50-летняя дочь, и мать требует от нее такого же послушания, как требовала от нее, когда ей было 7 или 8 лет. Это безумие, конечно, совершеннейшее. Надо научиться уважать свободу своего ребенка. Более того, его надо воспитывать в этой свободе. С малолетства отдавая ему все больше и больше пространства, его решения, и, соответственно, чтобы он нес ответственность за это решение принятое. Его надо этому учить и в этом воспитывать. Родителей, которые во всем требуют себе послушания, они очень сильно вредят своим отношениям, потому что ребенок просто терпит. Терпит, чтобы не ссориться, это неправильно. И мешают, может быть, и личной жизни мешают ребенку. Нет, этот жених тебе не подходит. Ты можешь сказать свое мнение, мне кажется, и уйти молиться. Господи, разуми мою дочь, как ей правильно поступить. Но ты не можешь решать за свою дочь, за кого ей выходить замуж. Ты в свое время решала этот вопрос. Это не в твоей компетенции. Тебе Бог не просил это решать. Родителям надо это учитывать. Но если мать этого не учитывает, то это значит, что такой сложный вопрос задан Богом этому человеку. Как одновременно и свою отдельную жизнь построить, и соблюсти заповедь, это очень сложно. Учитесь молитве за мать. Учитесь твердо говорить, мама, спасибо, я все поняла. Я поняла твое мнение, но я, помолясь, решила так. Прости меня, что я тебя огорчаю. Иногда надо на своем настоять. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok